Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня единственное, кто может подвинуть компанию Xiaomi, это Realme. И о ней мы сейчас очень подробно поговорим. А перед этим я хочу поощрить вас подписаться на телеграм-канал со скидками, купонами. Различные топы я там составляю, друзья. Подписывайтесь, не пожалеете. И также не забывайте, что на этом канале сейчас проходит конкурс на розыгрыш телефона версия 4.64. Все ссылочки в описании. Также плашечка сверху сплюет на то видео, где нужно выполнить все условия конкурса и получить свой заветный телефончик, друзья. И активите также на этом ролике. Ставьте лайки, комментарии, пишите его. И так немного о компании Realme. Вообще, если говорить более глобально, то это концерн BBK, куда входят некоторые компании, такие как Oppo, Vivo, OnePlus. OnePlus нам больше всего знакомы. Oppo нам и Vivo тоже знакомы. Так вот, Oppo входит в состав BBK, а сама Oppo выпустила свой суббренд Realme. Это произошло в мае 2018 года. Запустили они собственный суббренд Realme, предназначенный для развивающихся стран, в первую очередь для индийского рынка. Но и мы, друзья, тоже с вами относимся к развивающимся странам, соответственно. И для нас этот рынок очень подходит. Базовый ценовой диапазон от 145 до 290 долларов. Как раз то, что нам нужно. Oppo очень похож на компанию Xiaomi. И подход развития очень похож на компанию Xiaomi. Это смартфоны начального и среднего уровня. И суть в том, чтобы телефон был производительный, долго работал и стоил очень дешево. Классно. Да, друзья, очень классно. Давайте перейдем к самим линейкам. Вообще, Realme начали развиваться с телефонов Realme 1 и Realme 2. Я их выделил вообще вот так в начале. Они немножко уже ушли в сторону, потому что устарели. Я обозначу сегодня все эти телефоны, которые актуальны на данный момент сейчас на рынке. И первая линейка, или уже под линейка, это C. Здесь два телефона C2 и C2 32 гигабайта. Около 6800 стоит версия первая. И вторая около 7000 рублей стоит. Отмечу, что они построены на Helio P22. Неплохой, в принципе, процессор. С 400 серии Snapdragon они могут соревноваться. Ну и батареечка не стыдная у этого телефона. 4000 мАч. Ну, для бюджетника прям вообще, друзья, очень окей. А таким образом выглядят эти телефоны. А следующая линейка это Realme 3. Здесь следующие телефоны. Realme 3, Realme 3 Pro, Realme 3 Pro 64, 128 гигабайтов и Realme 3i. Realme 3i у нас не представлено, поэтому мы поговорим о Realme 3 Pro. Мне кажется, это самая такая оптимальная версия сейчас на рынке, которая доступна и которая, надеюсь, будет как раз интересно вам. Realme 3 Pro. Экран 6,3 дюйма. Это IPS-матрица, стандартный размер для 2019 года. Здесь сразу же 710 Snapdragon. Чуть-чуть он совсем устарел, но, поверьте, друзья, он будет очень даже в порядке для этого года. Версия начинается 4.6.4, заканчивается на 6.128, то есть большой диапазон выбором. Основная камера на 16 мегапикселей. И вторая камера это датча глубины. Здесь нет четырех камер. Батарея на 4045 мАч. Быстрая зарядка сразу же лежит в комплекте. Здесь все отлично. Операционная система Android 9.py. ColorOS 6-го поколения в этом телефоне. И официально он стоит около 15 990 рублей, то есть около 16 000 рублей. Но это для России и страны СНГ. А на Алиэкспрессе вы можете взять его за 180 баксов. Глобальная версия. Здесь как бы окей, друзья. Ценник для всех тех показателей, которые здесь приведены. Очень даже неплох. И реально очень даже это неплохая альтернатива. Следующая линейка это Realme 5. А здесь три телефона. Realme 5, Realme 5 Pro, Realme 5s. Из трех этих телефонов я обращу ваше внимание на Realme 5 Pro. Мне кажется, это самый правильный, самый адекватный телефон на сегодня. Он является конкурентом Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Да, ни много ни мало. Двум этим телефоном. И мне кажется, конкурент очень даже достойный. Здесь экран 6,3 дюйма IPS матрица. Но вот процессор здесь 712 Snapdragon. Великолепный, отличный снап. В отличие от Redmi Note 8, там 665. На прошке там вообще Helio стоит. А здесь 712, не стыдно, отличный процессор, который не греется. Очень хорошо справляется со своими задачами. Большой диапазон версий. Начинаются они с версии 4.64 и заканчиваются на 8.128. То есть вы можете и оперативку менять, и основную память. Камера основная на 48 мегапикселей. Круто, друзья. Ширики есть в комплекте. Макросъемочка есть в комплекте. А основная камера от компании Sony. 586, AMX 586, апертура f1.8. То есть, смотрите, основная камера не самсунговская, а именно от компании Sony. Здесь, мне кажется, тоже преимущество по отношению к Note 8. Традиционно так сложилось, что камера компании Sony снимает лучше, чем камера компании Samsung. Батарея здесь на 4035 мАч. Быстрая зарядочка сразу лежит в комплекте. Отлично. Операционка здесь Android 9.py и сверху фирменная оболочка ColorOS. Очень, конечно, не стыдно он выглядит. Если честно, это повторение Redmi Note 8 почти что один в один. Тот же сканер отпечатков пальцев. Там же такие же камеры стоят и так далее. Но, друзья, для меня в чем плюс вообще этого телефона? В том, что все характеристики не уступают компании Xiaomi. Они даже превышают эти характеристики. А цена у этого телефона очень даже недорогая. Официальная версия стоит около 16 тысяч рублей. А на Алике можно его найти еще немного дешевле. Но уже у официалов за 16 тысяч рублей, если его взять, друзья, то это будут просто великолепные характеристики для этого телефона. А поговорим немножко о самой оболочке ColorOS. Вообще оболочка стала очень даже не стыдно. Она обновляется. И есть, друзья, есть сливы того, что скоро это будет оболочка Realme OS. Всегда, когда есть что-то новое, открывается что-то новое. Здесь как бы окей, друзья, мне это очень даже нравится. Оболочка. В чем ее преимущество этой оболочки? В том, что на ней нет рекламы. Да, компания MIUI сейчас просто внедряет очень много рекламы. Это не всем нравится, друзья. И, кстати, смотрите следующий мой ролик. Я там буду говорить о том, как отключить рекламу на MIUI 11, чтобы она вообще, в принципе, вам никогда не мешала. На ColorOS этой рекламы нет. И сама оболочка выглядит очень стильно, красиво. Но, как бы, если честно, очень даже неплохо. И очень хороший конкурент MIUI 11. Пишите в комментариях, нужно ли сделать обзор ColorOS 6, всех ее фишек, подробностей, ну и так далее. Может быть, сравнение с MIUI 11. А далее мы переходим к следующим линейкам. Здесь есть такие подлинейки совсем небольшие. X-Lite и линейка Q. Здесь Realme Q. А далее идет флагманская линейка. Называется она X. И здесь пока у компании Realme нет какого-то определенного алгоритма, как выстраивается эта линейка. По сути, она идет к флагманской. Здесь есть и предфлагманы, и флагманы, и все подряд, друзья. X и X Pro. Здесь телефоны XT на 712 Snapdragon, XT на 730 Snapdragon, G и X2. И линейка X Pro. Здесь телефоны X2 Pro, X55G и X Master Edition. По сути, аналогия с компанией Xiaomi Master Edition. Это типа Explorer или Transport Edition. Да, но выглядит он на самом деле не так круто, как у компании Xiaomi. Но у него есть тоже свои определенные преимущества. Я хотел обратить ваше внимание на телефон X2 Pro. Здесь очень хороший показатель. Это, по сути, текущий флагман компании Realme. Экран 6,6 дюймов. Очень большой экран. AMOLED, AMOLED-матрица. Соответственно, сканер-допечатка пальцев встроена прямо в экран. Процессор основной здесь вот 555 Snapdragon Plus. Плюсовая версия. Видеоускоритель от DRAD 640. То есть здесь топчик просто по всем показателям. Версия начинается от 6,64 и заканчивается 8,256. То есть большой диапазон. Вы можете выбрать любую версию, которая вам больше нравится. Соответственно, от этого и будет зависеть ваша цена. Основная камера на 64 Мп. Здесь все тоже по топчику. И, друзья, 4500 мАч. Быстрая зарядка. Также есть в комплекте. Здоровенная батарея для флагмана 2020 года. Это прям очень-очень даже круто. И сразу же с коробочки Android 10, друзья. Фирменная оболочка ColorOS 6. NFC тоже в этом телефоне, конечно же, есть. Хороший флагман. Единственное, друзья, что мне не очень устроило. Задняя крышка. Она, конечно, очень красивая. Переливается все дела. Но нет какой-то своей изюминки у Realme. Все-таки нужно находить что-то свое, что-то интересное. Для того, чтобы эту компанию можно было очень хорошо отличать от компании Xiaomi. Хотя градиентный дизайн отличается в целом от компании Xiaomi. Но в целом стилистика, построение камеры и все остальное очень даже похоже на компании Xiaomi. А следующий телефон, на который я хотел обратить ваше внимание, это X55G. По сути, это конкурент Redmi K30. И все его показатели, с одной стороны, такие же, но где-то есть и плюсы. Первый плюс. Здесь экран 6, 44 дюйма. И это AMOLED матрица в Realme K30. Там IPS матрица. Здесь, соответственно, сканер отпечатка пальцев встроен прямо в экран. По процессору здесь 765G Snapdragon. И если его выведут на глобальный рынок, тогда я просто буду говорить, что Realme X50 очень даже крутые. Потому что нам нужно на глобальном рынке 765G Snapdragon очень даже необходимый. Разброс здесь тоже очень большой. Версия начинается от 628, заканчивается 8256. Основная камера на 64 Мп. Здесь тоже, друзья, все по топчику. Батареи 4500 мАч. Быстрая зарядка сразу же есть в комплекте. Из коробочки здесь идет Android 10.py. Фирменная оболочка ColorOS 6. NFC есть в этом телефоне. 5G тоже есть, друзья, в этом телефоне. Итак, смотрите. Redmi K30 тоже, по сути, имеет такие же характеристики. Но отличие у него не совсем хорошая матрица. И это IPS матрица. Здесь AMOLED. Неизвестно, конечно, какого качества. Но надеемся, что сюда поставят просто топчик. Все остальные показатели плюс-минус одинаковые. Итак, друзья, какие выводы можно сделать в отношении Realme? Это реально очень хорошая альтернатива компании Xiaomi. Показатели хорошие везде почти, что Snapdragon. MTK устанавливается только в бюджетной версии. Самый-самый бюджетный. А дальше идут Snapdragon прямо с самого начала. Причем 712, 710, 655. Никаких маленьких Snapdragon нет в этих телефонах. Поэтому давай, компания Realme, зажигай. Нам нужна конкуренция для компании Xiaomi. С вами был я, Эдкарабер. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.